В условиях, когда армяне звонят во все колокола, рассказывая о своем вымышленном геноциде, а некоторые мировые державы начинают признавать эту сказку, простым людям все труднее становится определить, где правда, а где ложь. Но если захотеть, то даже невооруженным взглядом можно разглядеть огромные дыры в этом замке обмана армян, так как тщательно искоренить исторические документы и факты, им все-таки не удалось. Предоставляем историческое письмо адмирала военно-морских сил Соединенных Штатов Америки Колби Митчелла Честера, в редакцию газеты New York Times в 1923 году, где он рассказывает об армянах, проживающих в Турции. Мы много слышим о депортации армян из северо-восточной Турции. Факты таковы, что с целью защиты своей страны от угроз русских, турки послали армию к границе с Россией. Армия состояла из турецких поданных всех национальностей, так же как и наша армия в США, на фронте армяне использовали впустую патроны и в массовом порядке дезертировали к врагу. Этим предательством они еще не успокоились. В тылу армии располагалась большая провинция с армянским населением, и эти люди, чувствуя, что есть отличный шанс победы русских над турками, решили отрезать контакт с военной базой снабжения. Далее Честер для того, чтобы американское общество поняло весь масштаб предательства, проводит параллели. Представим себе такой случай. Предположим, что Мексика является мощным соперником нашей страны, с которой мы в состоянии войны, и предположим, что мы послали армию к мексиканской границе, чтобы сдержать вторгающегося врага. Далее еще предположим, что чернокожие из нашей армии не только дезертировали к врагу, но те, кто остался дома, организованно решили отрезать нашу линию связи. Как вы думаете наши, особенно южане, что сделали бы с этими чернокожими? Наши чернокожие имеют право в десять раз больше возненавидеть нас, нежели армяне-турок. Несмотря на то, что в южной части чернокожие составляют большинство, они не имеют права на представительство и не имеют права голоса в принятии законов. К югу от Мейсона и Диксона чернокожие практически подвержены расизму, то время, как у армян в Турции, не только представительство, но и особые привилегии, которые ни одно другое государство не позволило бы. Как видим, что растки правды пробиваются через панцирь армянской лжи.